Не приведи, Господь, нам испытать то, что Майя Кучевская написала в своей книжечке «Бог и я». Я вспомнил о ней не случайно, она, по-моему, тоже университетская. И я, конечно, никогда внутренне не соглашусь на это скольжение вниз по наклонной плоскости от какого-то дешевого, или, скажем, энтузиазма юности, к апатии, к умиранию. Потому что апостолы в своих посланиях указывают нам иной путь – от меры в меру, от славы к славе, от очищения к просвещению, от горьких слез покаяния к радости, хвалы и благодарения Господа. Отчего же не всегда так случается? Думаю, от самолюбия и эгоизма, вокруг которых мы вращаемся, как вокруг собственной оси вращается одновесенная шлюпка. И, наверное, лекарство против вот этой хандры, которая может довести до потери живой и зрячей веры – это жертвенность служения. Трудиться нужно над спасением собственной души, не говорю, общаясь с людьми, с искоркой, с огоньком. Там, где проливается пот, не скажу, кровь, там, где человек подлинно трудится с сознанием того, что плоды его трудов посвящаются Богу. Не может быть ни оскудения, ни разочарования. Потому что не зря преподобный Серафим Саровский говорит, что всякое благое дело, свершаемое Христа ради, имеет своим последствием и плодом благодать Духа Божия. Тем не менее, то, что вы сказали, случается. Почему? Может быть, потому, что современные христиане не слишком причастны к культуре, как в широком смысле слова – общечеловеческой культуре, так и в узком смысле культуре – христианской. Что я имею в виду? Вместе с упомянутым нами самолюбием, эгоизмом, в нас сидит много своеволия, строптивости, мнительности, недоброжелательства, готовности пересуживать всех и вся вокруг себя, малодушия, свойства впадать в легкую степень уныния, когда не все получается, как мечталось, недостаток терпения, благодарения, умолчу о жесткости, жестокости, мстительности. Дворянская культура или дворянское воспитание они плохо воспитывали в дворянских гнездах. Об этом мы читаем в книгах, посвященных осколком империи заключались в том, что человек был научен жить для других. Он всегда отдавал себя людям и обретал нелегкое счастье в жертвенном служении. Что ж мешает нам поколению 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов, если только мы не в суе именуемся Христовыми учениками, работая над собою, культивировать в себе начатки указанных качеств. Глубоко убежден, что жизнь во Христе не может прискучить. В церковной жизни невозможно разочароваться, если вы стараетесь быть детятью во Христе, если вы стараетесь молиться со вниманием и искренностью, если вы учитесь укорять себя и не считаете себя по полземли, если мало-помалу начатки любви к ближнему, как служение ему, укореняются в вашем сердце. И все-таки вы правы. Так бывает практически на каждом приходе. Первые годы вдохновенного служения сменяются годами испытания, когда основные внешние труды позади. Дело в том, что не все мы, не каждый из нас готов к внутренним трудам. Гораздо легче развить внешнюю энергию недаром соотечественники перекрыли Енисей, чем овладеть пажатями собственного сердца. Вот почему начаток и начало христианской жизни это внимание ума тому, что происходит в глубинах вашей души. Если вы искренний христианин, вы никогда не запустите собственное сердце, не позволите ему зарасти бурьяном помыслы. Недоброжелательных, эгоистических, раздражительных. Но нужно ежедневно заниматься прополкой, выпалыванием этого мысленного чертополоха. Вот для чего нужна исповедь. Вот для чего Господь нас приобщает с этих тайн. Чтобы мы вкушали свободу во Христе. Чтобы у нас раскрывались крылья за спиной. Чтобы мы чувствовали какое блаженство жить с Богом и быть инструментом его созидающей воли. Однако кишка тонка. И, конечно, как священник я вижу указанные вами проблемы. Преимущественно окружение женский пол. А значит и эмоции многообразные, неотъемлемые от прекрасной части человечества. Язычки имеют свойство и тенденцию раздваиваться. Никто не хочет их укорачивать. Замечено, что в любом коллективе, если люди не обращены на самих себя в делании самоукорения и молитвы, вступают в силу закон взаимного пожирания, хотя бы вербального. Осуждение пересуды, переливание из пустого в порожнее, а вслед за осуждением опустошение. Не жалею, не зову, не плачу. Все прошло, как белых яблок дым. Вместо творческого, динамичного состояния души какая-то неуютная жидкая лунность. Онегинский сплин, хандра. и к нам подчас священникам такими вопросами обращаются прихожанки. Батюшка, вы исполните то, что я вас попрошу. Если это в моих силах, конечно, сделайте так, чтоб меня не было. Ну, милая моя, мы говорим об унынии, депрессии, глубокой печали. Вы знаете, я иногда размышляю о двух путях устроения личной жизни. Ведь есть у нас христианские венчанные супруги, а есть те, кто идут путем безбрачия, идеале монашества. Иногда юные нас спрашивают, батюшка, как вы скажете, как вы благословите, так я и пойду. Тропой бескорыстной любви. Хотите, в монастырь меня направьте, хотите, жените на ком-нибудь. Простите, а у вас есть какие-то свои собственные вкусы, желания, предпочтения? Священник не зумбирует людей, но предоставляет их своему собственному свободному выбору. Так вот, мне кажется, что даже с христианской точки зрения не так уж важно, избираешь ты семейную жизнь или идешь необычным высоким ангельским путем. Важно и в том, и в другом пути искриться жизненной энергией, любить то, что ты выбрал. Не раскаиваться в этом своем выборе. Быть как магний подожженный, который источает и распространяет тепловую и солнечную энергию. Нет ничего хуже ленивого зажиревшего монаха и нет ничего печальнее, чем опустившегося до депрессии мужа или апатичной вялой супруги. Везде нужен труд. Ты должен быть сам кузнецом собственного счастья, а Бог тебе поможет.